Всем профита! С вами Кирилл Иванс, уже из Киева. Поставил микрофон, поставил вебку, все распаковал, было очень сложно. Что у нас сегодня на повестке дня? Посмотрим с вами весь криптовалютный рынок, некоторые наши топовые альткоины, посмотрим с вами, что у нас по ожиданию по битку, и вообще поедем дальше, потому что двигаться нужно, развиваться нужно, потому набираем чаек, кофеек и поехали. Итак, что у нас сегодня? Биткоин по ожиданиям у нас идет на снижение, у нас вот здесь был такой интересный импульс, вы все помните его, на 45%, и снижение примерно на процентов 12-13, вот сюда. Здесь то же самое, примерно мы с вами полетели очень быстро с откупом на примерно 40%, и тоже немножко здесь корректируемся. Абсолютно нормальная ситуация, не переживайте. Движение, думаю, что может быть к пятнице у нас будет 41 тысяча долларов, где-то вот сюда могут цену загнать, вот, а потом уже будем смотреть. Это что касаемо биткоин. Дальше, по поводу всего криптовалютного рынка. Рынок восстанавливается до 2 триллионов долларов капитализации, в принципе, эфир показал красивейший такой рост. Вот, Соланка потихоньку восстанавливается, XRP дал огромный импульс, сегодня рассмотрим тоже некоторые большие альткоины, XRP, Солану, Аваленч, Терра, Полкодот, Космос, Полигон, Сиерошка, дала просто сумасшедший импульс, SLP, все это сегодня с вами рассмотрим, и некоторые интересные новости. Итак, поехали. Первое, у нас опциончики. Значит, 11 число, это сегодня, у нас максимальная цена более 41 тысяча долларов. Посмотрим, догонят ли туда цену. Дальше, у нас 12 числа тоже закрытие 44 тысячи долларов, потому вероятнее всего, если у нас великий манипулятор сделает такой импульс, то мы с вами улетим на 41, а потом на 44 тысячи долларов с возвратом вот сюда. Посмотрим, будет ли это правдой или все-таки мы не ванна. Дальше, по поводу ликвидации. Все равно у нас преобладают лонги почему-то на рынке, на Кракене и на Байбите. Сегодня с утра смотрел, на Кракене было около 70% лонгов. Люди, все-таки, позитив возвращается. Посмотрим, будут ли брить одних и других. Может быть, этим импульсом мы сбреем одних, а потом сбреем и других, и на импульсе выйдем наверх. Посмотрим. Это по поводу, значит, коэффициента. Дальше, ликвидации. Бреют дальше, еще раз говорю, и тех, и других. Мы за буквально этих 7 дней заликвидировали порядка, я думаю, где-то миллиарда долларов и лонгов, и шортов, и ничему этот рынок людей не учит. Как показывает практика, уже очень много лет мы с вами и в тематике трейдинга, и были и на Форексе, и на Бинарках, и в Крипте. Ничего не меняется. Рынок немножко меняется, люди не меняются. Вот такие дела. Так, поехали дальше. Что у нас вообще по нашему портфелю? Как я и говорил, нет смысла смотреть очень долго на свои портфели и холдинги. Почему? Потому что вы будете видеть вот такую вот ситуацию. То будет вверх, то будет вниз. В общем, вкратце, если взять за 6 месяцев наши все активы, один из портфелей, то все пока хорошо. Мы восстанавливаемся. Кто покупал на этом таком локальном дне, который мы нащупали, все, ребята, хорошо. Итак, давайте теперь посмотрим некоторые активы, некоторые новости. Будем идти по новостям и смотреть наши активы технически. Нефинансовая рекомендация. Лично я накапливаю и показываю свой путь на данном канале. Итак, поехали. Первое, что я бы хотел показать, это эфир. У нас эфир падал, значит, в мае на 60%. Представьте, какое огромное падение с почти 44, ой, 4400 долларов, если быть точным, до отметки 1700. Сумасшедшая скидка, сумасшедшая точка для покупки и вот такое быстрое восстановление. Огромное восстановление. 92% эфира находится в залоченном виде в Ethereum 2.0, кто помнит. И не забываем, что спрос на эфир все больше и больше увеличивается. Дальше. Мы упали с вами с отметки в 4800 до отметок в 200, в 2200. Я там купил около 4 эфира в себе и сижу и жду. Значит, мы с вами получили восстановление в 50%. И сейчас вот в этой зоне такого принятия решения с вами расторговываемся. Это отметка 3000 долларов. Посмотрим, удержим ли мы ее. Это что касаемо эфира. Поэтому я смотрю в долгую, считаю, что эфир будет выше десятки. Рано или поздно вопрос просто времени. Потому покупаю, не переживаю и вам тоже советую. Еще раз говорю, не финансовая рекомендация, просто совет. Дальше по поводу нашего любимого самоеда. Мы ждали его в первую зону накопления вот сюда. Здесь такая краткая была зона накопления. Мы упали немножко ниже. И вот здесь в 0.14 центов мы увидели с вами крутое восстановление. Сейчас вот самое главное пройти данную отметку. Уже два раза бились сюда, пока не пробили. Но видим, что такой локальный поджим здесь формируется. Потому по самоеду, кому интересно, пожалуйста. Думаю, что самоед может претендовать на роль того мемкоина, который первый достигнет отметки в 1 доллар. Шиба вряд ли, доги такое. Посмотрим, ребята. Не забываем, что высокорисковые активы нельзя покупать на большую часть своего инвестиционного портфеля. Лучше покупайте на процентов 10-15 от своих инвестиций в крипту. Поехали дальше. По поводу лонгов и шортов и коэффициентов еще раз. У нас все-таки пока все спокойно. Само собой на рынке всегда будет больше лонгов, чем шортов. Потому что шортисты, я считаю, это одни из самых умных людей. Потому что шортить рынок нужно уметь. И в основном это хеджированные шорты, чтобы как-то погасить инфляцию. Люди, как показывает практика, не умеют пользоваться маржинальным обеспечением, потому что они используют фьючи для заработка, а не для хеджирования и для гашения инфляции. Поэтому, ребята, большинство людей потеряет свои деньги, используя фьючи. Если вы смотрите некоторых ютуберов, которые вас мотивируют работать с десятыми плечами, ребята, это клиника. Люди просто не понимают, что даже второе плечо ликвидируют в долгосроке, если вы не умеете с ним работать. Поэтому такие дела. По поводу лайткоина и дэша. Сумасшедший коэффициент именно шортов. И я не знаю, что с этим произойдет, но шорты здесь огромные. По лайткоину, по эфиру тоже есть немножко. По айоте, по риплу тоже. Давайте посмотрим по риплу. У нас здесь 13 миллионов лонгов и 10 миллионов, ребята, шортов. Видим, что шорты немножко упали, лонги немножко выросли. По биткоину такая же ситуация. Так, поехали дальше. Что по поводу дальнейшего рынка? Аккаунт The Root в Твиттере нам говорит, что, говоря о дефиците, неликвидное предложение растет почти в два раза быстрее, чем новое предложение в плане биткоина. Вот почему мы сделали 69 тысяч долларов all-time high в условиях медвежьего, ребята, рынка. Вдумайтесь, мы с вами сделали all-time high в условиях медвежьего рынка. Впереди халвинг 24-го года совпал с постоянно растущей армией ходла, то есть с теми, кто удерживает свои монеты на протяжении 5 лет. Думаю, никто не готов к тому, что грядет по биткоину. Абсолютно согласен. Даже вот так считаю себе, что мой прогноз в 130 тысяч по биткоину уже является таким медвежьим более прогнозом, чем бычим. Потому что то, что грядет по битку, это, ребята, какое-то сумасшествие. И мы пока еще с вами не видели никакой жадности. Мы видели только страх за весь этот год. Поэтому не переживайте, все будет главное время. Поехали, посмотрим некоторые активы, которые мы с вами или забыли, или не смотрели ранее. Итак, XRP. Давайте посмотрим, что у нас по XRP. Огромный импульс. На новостях мы полетели. Там они судятся с SEC. Новости, спекуляции. Итак, ребята, мы улетели с вами с отметки примерно в половинку доллара. Выше пробили данный уровень. Здесь, скорее всего, стояли все стопы. Вот здесь мы их побрили все. И мы с вами улетели в отметку примерно 90 центов. Это, ребята, прям завершает всю эту модель. Посмотрим, сможем ли мы вот какой-то вот такой структурой выйти наверх. Потому будем ожидать, пока все хорошо. Я накопил около 30 тысяч XRP за все это время. Вот такие дела. По поводу других монет. Solana. Давайте посмотрим. И Cardano. Очень быстро. По Solana, если вы помните, Solana Pay у нас уже анонсирован. Не знаю, они его доделали или нет. Но пока все, ребята, хорошо. По Solana огромное будущее, считаю, у данного блокчейна. Поэтому, ребята, мы с вами смотрим куда. Первое. Мы думали, что упадем вот сюда примерно 80 долларов по Solana. Solana. Я всегда за то, чтобы накапливать частями и не покупать постоянно в одной отметке, а покупать как-то вот так вот на росте и на падении. И не переживать о цене сейчас. Сначала монеты, цена уже потом, через несколько лет. Вот такие дела. Если вы придерживаетесь плана более спекулятивного, то вам нужно просто покупать, ждать импульс и продавать. Потому что вы не угадаете, где будет хайп и где будет вся эта движуха. Точно вам скажу, что после вот такого вот роста, после вот такой вот параболы, которая заворачивается практически в такой вертикальный рост, вам стоит думать о продажах, если вы спекулятор. Если вы инвестор, то просто воздержаться от своих покупок. Вот такие дела. Так, дальше. Это была Solana, теперь Cardano. Так, по поводу Cardano Ады. Что он у нас, данный актив? Мы с вами ждали отметку примерно в доллар. Мы сюда дали и удержали данную отметку. Я думал, что могут дать быстрый такой сквиз сюда и разворот. Но мы этого не увидели. Потому оставляем вероятность того, что мы можем сюда еще уйти. Потому данная точка является хорошей точкой для покупки. Если вы надеетесь на то, что будет падение, то не советую покупать. Потому что после 72 центов у нас огромная здесь дырка. Вот она здесь. И скорее всего падение ниже 72 центов приведет к тому, что мы упадем аж в 40 центов. То есть мы упадем с вами примерно на 44%. Кто боится волатильности, этот рынок, скорее всего, ребята, не для вас. Вот такие дела. Так, что еще у нас здесь? Все остальные монеты посмотрим уже дальше. По поводу новостей уже сказал, что будем смотреть новости, а потом смотреть уже сами монеты. Поэтому поехали с вами дальше. Данный пост показывал у себя тоже в Твиттере. У нас что? Значит, мы поставили с вами all-time high в районе медвежьего рынка по данному индикатору перемещенного объема. Мы с вами не видели хайпа и не видели огромного спроса. Хешрейт уже вырос. И мы уже на all-time high. Но роста цены пока еще такого каскадного нет. Потому ждем, ждем, ждем. Держим, не спешим. Ребята, сейчас самое главное удержаться от каких-то импульсивных решений. От страха и от жадности. Потому кто купил, молодцы. Кто не купил, у вас есть возможность. Кто не хочет входить в рынок, ну будете входить на all-time high. Вот такие дела. Поехали. Дальше у нас по FTX идет голосование, кого они будут листить. Это NIR или LUNA. Давайте посмотрим и то, и другое. Что будет лучше. Считаю, что и NIR, и LUNA хорошее приобретение в свой портфель в долгосрок. Почему бы и нет. Потому поехали. NIR. Хочу NIR Foundation пригласить к себе на канал, на интервью. Потому давайте посмотрим их заранее. Итак, ребята, вот такая была зона. Здесь мы ее рисовали. Зона такого минимального накопления от 5 до 6,5 долларов. Я не знаю, мы сюда придем или нет. Потому советую покупать просто частями. Еще раз говорю, я придерживаюсь моделей покупки частями. Или покупаете в тайминге, или покупаете в цену. Зачем вам теханализ? Теханализ не указывает вам на то, будет ли падение, будет или рост. Люди, которые начинают рисовать вот здесь вот такие всякие движухи, волновую теорию, всякую эту ересь. Ребята, успокойтесь. Вы не нарисуйте так, как оно будет на самом деле. Вы можете угадать 1-2 движения, а потом все это обвалится и поломается. Все модели рано или поздно ломаются. Потому теханализ нам нужен для того, чтобы, если вы накапливаете от зоны интереса, то, пожалуйста, вам нужны какие-то точки для начала своей покупки. Рекомендую задуматься о цифре 10 долларов, это раз. Цифре 6,5 долларов, это два. И цифре примерно 4,7-4,8 долларов. Эти три зоны хорошие зоны для покупки, это раз. Само собой, можно было вот здесь нарисовать такой восходящий канал под двум точкам. Это очень мало, но все же. И посмотреть, куда вообще двигается тренд. Пока мы удерживаем центр этого восходящего канала, все пока хорошо. Мы уже такое видели и не раз, пока НИР смотрится очень сильным активом. Если вы посмотрите на ту же Кузан, давайте посмотрим с вами, как она росла, то кажется, что рост от примерно 50 центов до 20 долларов, это очень много. Давайте посмотрим на Кузан. Давайте посмотрим, что мы видели здесь. Вот рост примерно от, скольки здесь, от примерно доллара до 20 долларов. Вот, ребята, этот рост. Вот сюда. Да, вот мы увидели такой вот рост. 6 тысяч процентов. И все говорили, что все капец. И здесь был такой локальный медвежий рынок. Давайте посмотрим. Итак, после такого огромного роста мы увидели с вами вот такую огромную параболу и заворачивание цены прямо в такую одну вертикальную линию. Многие спекулянты здесь вышли. И мы увидели с вами давление именно продавца. Попытка восстановления вот сюда. Мы не смогли это все удержать и обвалились вниз. Очень похоже на такой локальный медвежий рынок, как это было на биткоине. Здесь был вот интересный уровень. Вот такой. Мы его пробили как на битке, если вы помните данный фрактал. Сейчас я вам его быстренько покажу. Вот он здесь. Смотрите. Вот мы шли вот так. Вот потом раз, два, три, четыре. Бах, вниз. А потом уже рост. Давайте посмотрим с вами, как это выглядит на Кузаме. Вот. Локально такой же абсолютно фрактал. Накопление и выход наверх. И вот мы с отметки в 20 долларов примерно вышли в отметку 600 баксов. Не знаю, будет ли такое на Нире. Я пока таких цифр не вижу. Но циферка примерно в 50-70 долларов. Почему бы и нет? Потому Нир пока держу. Не советую еще раз. И лично я не фиксирую его пока. Вот такие дела. Дальше по поводу Терры Луны. Здесь вообще я пересмотрел весь свой прогноз. Потому что вижу, что спрос на данный актив увеличивается с каждым днем. Он превращается в дефляционный. Очень много печатается UST. У них очень интересная модель печатания и сжигания и Терры и UST. Там такой принцип баланса. Да. Вот есть Терра Луна и есть UST. И в чем весь прикол? Все обеспечение их стейблкоина, оно по сути подкрепляется их Террой Луной самой монетой. И в чем здесь прикол? Когда печатается UST, то Терра Луна сжигается. И наоборот. Когда UST сжигается, Терра Луна по сути печатается. Давайте посмотрим с вами на предложение. Так. Давайте на график Суплайн. Давайте посмотрим с вами. Вот мы с вами напечатались. И цена упала. Значит, мы уже видели все падения Терры Луны. Они спровоцированы падением биткоина и спровоцированы печатанием Терр. То есть, давайте посмотрим. Вот вам печатание, вот вам печатание, вот вам печатание. Само собой, два элемента. Это печатание Терры и сжигание UST. Потому, ребята, не переживайте. Рост он будет. Просто он отложенный. И в цене уже все заложено. Вам только нужно это все прочитать. Вот такие дела. Потому, по Терре Луне, давайте посмотрим еще раз с вами на график. И определимся, что будем ждать от нее дальше. Я лично жду Терру Луну выше 100 долларов, потому и не фиксировался на сотке. Считаю, что она еще себя покажет. Потому, 50 долларов. Сегодня с вами добавим ее в свой инвестиционный портфель, который я веду вместе с вами для канала, чтобы это все показать. И также добавим ее в спекулятивный портфель вместе, скорее всего, с НИРом. Чтобы вам показать, как это все удерживать и расторговывать. И спекулятивно, и в плане инвестиций в долгую. Вот такие дела. Поехали дальше. Что у нас еще? Никак не могу привыкнуть к новому месту. Очень некомфортно. Здесь такое эхо, такой антураж. Но, хоть у меня личный кабинет, теперь уже комфортнее. Итак, поехали дальше. Что у нас еще? Космос хотел показать. Что по космосу? Космос считаю самым недооцененным активом сейчас. И Аваленч в том числе. Космос у нас. Зона для накопления. Уже показывал. Давайте покажу еще раз. Это отметка в 20 долларов. Она у нас была уже недавно. И можно было купить. Мы покупали с ребятами по примерно 10 долларов вот здесь. Давайте посмотрим с вами, куда вообще смотрит космос. И пока у нас здесь такой валидный уровень. Очень крутой. И пока мы даже к нему не подошли. Очень круто удерживает себя космос. Космос показывает свою силу. Я вам рекомендую иметь его в своих портфелях. Как минимум для того, чтобы он такой более сильный актив. Почему? Потому что на падениях он не так сильно падает. А на этом падении он даже вырос. Давайте посмотрим с вами. Некоторые активы упали на 50, на 60 процентов. А космос упал всего лишь на 43 процента. Это очень мало. Потому, ребята, некоторые активы показывают свою силу. В том числе и Солана. Хоть она и упала на 65 процентов. Считаю, что сила в ней есть. И это только начало. Некоторые блокчейны раскрываются очень долго. И заметьте. Все эти проекты, самое главное, на них заработают те, кто не потеряет. Если вы будете инвестировать очень много во всякую дичандру, вы будете очень много терять. Потому, что падение это всего лишь такой минус операционный по вашему портфелю. Если мы говорим о долгосроке, это все восстановится. Если вы сможете это накопить и у вас есть на это деньги, вы сможете на этом заработать. Кто расстраивается из-за падений, ребята, вы не готовы к этому рынку. Потому, что если волатильность вас пугает, если живость актива и то спрос, то предложение, то покупатели, то продавцы вас пугают. То, скорее всего, рынок не для вас. Потому, что люди хотят только вот такие движения. Вот такие и вот такие. Но люди не понимают, что чтобы получить такое огромное движение, нужно пройти вот такие вот фазы. Чтобы это все упало. Новые инвестора пришли и им дали возможность войти. Потому, что любое падение привлекает внимание и глаза новых инвесторов, которые не хотели покупать сверху. И покупают намного ниже. Потому, ребята, я считаю, что любое падение это провокация к новым людям, которые приходят и удерживают эти активы в виде ходла. Потому, ребята, ходл только ходл. Поехали дальше. По поводу Аваленча. Давайте посмотрим. Итак, Аввакс. Тоже считаю крутейшим активом. Показывал две точки для накопления. И нижний уровень, который стоит удержать, чтобы это не превратилось в лютую дичандру. Итак, ребята. Первая зона была примерно 50-60 долларов. Вот мы сюда пришли. Кто успел купить, ребята, пожалуйста, вы уже получили свои хорошие проценты. 75% роста. Показывает еще раз, что в активе есть покупатель. Он очень активен. И дальше еще одна была зона 35 долларов, куда мы не пришли. Я уже показывал, что можем прийти, но, видите, не пришли. Само собой, теханализ не отвечает на вопрос, может ли прийти цена и пробить уровень. Может. Любой уровень цена пробивает. И в том-то вся и фишка, что уровни для того и есть уровни. Что все уровни в основном пробиваются. Два уровня есть, которые не пробиты никогда. Это что? All-time low и all-time high. То есть на эти уровни ориентироваться нет смысла. При приходе на all-time high вы ждете пробоя. При приходе на all-time low вы ждете или пробоя, или отката. То же самое везде. То есть суть именно в том, что вы не угадаете. Потому советую не ориентироваться на эти точки, потому что информации вам не дадут никакой. Вы просто видите, где была цена. Она была у нас на 2-3 доллара. Сейчас она была на 150 баксов. Можно было продать, а можно было купить. Каждый выбирает для себя. Но заметьте, покупая пиковые отметки, вам просто нужно будет больше времени, чтобы получить прибыль. И все. Но если вы на падении скидываете и продаете, а некоторые инвесторы делают именно так, то вы, ребята, не инвестор. Вы просто спекулянт, который боится. Вот такие дела. С этим решили. Дальше посмотрим другие активы, но уже немножко позже. Также покажу некоторые активы, которые рекомендую присмотреть себе. Потому что, ребята, это будущее. Допустим, электронные симки, которые такие виртуальные, мобильные операторы. Об этом сейчас никто не говорит. Я не знаю почему. Но для меня это очень интересно. Потому поехали, посмотрим, что у нас еще по новостям и по рынку в целом. Аваленч у нас тоже, значит, есть уже на FTX от Америки. Это FTX United States. Потому, ребята, кому интересно, тоже смотрите. Потому у нас активность у Аваленча тоже растет. Так, едем дальше. Это у нас Grayscale. У них вышел новый Digital ETF. Grayscale Future of Finance ETF 27 долларов стоит. Вроде бы 9 числа они его анонсировали. Можно уже инвестировать. Так, ребята, некоторые компании говорят удержаться. Wells Fargo, огромнейший банк, говорит удержаться от ETF, потому что это все-таки спекулятивные активы. Итак, ребята, у нас что говорит Grayscale? Что они ожидают к 2023 году капитализацию, значит, и инвестиционный такой потенциал Digital сектора примерно в 7 триллионов долларов. Дальше они ожидают объем транзакций по криптовалютному сектору в плане платежей. Вот, в 11 триллионов долларов. Это 2 и 3, это 400 миллиардов долларов примерно. Это объем глобальных блокчейн технологий и маркета до 28 года. Что-то маловато они написали. Как-то они слабо к этому относятся. Также давайте посмотрим с вами, кто у нас ходлеры этих всех движух. Итак, Silvergate Capital, Coinbase Global, The Block, Robinhood, Paypal, Argo Blockchain. Большие компании, в принципе. Так, очень много они накопили, примерно от 4 до 8%. Окей, скорее всего, они предоставляют тоже покупку этих ETF-ов у себя на биржах, в том числе Coinbase. Не случайно они же это все купили. Че оно мигает? Ё-моё, че ты мигаешь? Дайте сконцентрироваться. Смотрите, мигает какая-то движуха. Ох, скамина. Поехали дальше. Завлекает. Atom Injective говорит об Atom. Там очень крутое обновление вышло по Atom. Тоже можете почитать. Оставлю ссылочку, кому интересно. Или просто зайдите к ним в блог на сайте Космоса. Так, дальше. По Solana у них, кто не в курсе, Solana сделала свой хайп на хакатонах. Еще один хакатон здесь выходит. Это Riptide. Global Hackathon. Это у нас с февраля 2-го числа до марта 17-го, 22-го года. Поэтому, ребята, посмотрим, какие новые проекты здесь выйдут. Будем с вами изучать и, может быть, в них участвовать. И призы у нас будут больше 5 миллионов долларов. Ого-гошечки. Solana шарит, как быстро продвигать свои продукты. Итак, ребята. DENT хотел вам показать. Показываю. Вот вам токен. 300 миллионов капитализаций. 100 миллиардов у нас. Это у нас total. Примерно 99% всей эмиссии у нас находится в циркуляции, если я не ошибаюсь. Максимума здесь нет. И пока все ок. В плане, что это вообще такое? Это у нас глобальный электронный, по сути, такой крипто сотовый оператор. Как я это понял, уже технология полностью готова. В 60 странах уже вроде бы используется. Я еще пока не видел. Для айфона вроде бы уже доступно. Ребята, как это все выглядит? Вот такая вот штука. Вы платите, вроде бы платите этой криптой за всю эту движуху. И посмотрим, что вообще будет дальше с этой движухой. Вроде бы уже в Apple есть. 200 мегабайт они уже отдают eSIM сейчас. Ребята, блин. Нужно будет посмотреть. 4 гигабайта уже интернета отдают. Значит, на год они отдают доступы. Так, значит, в 60 странах все это в виде даты обменивается. В общем, ребята, посмотрим, что вообще будет дальше с этой компанией. Думаю, что стоит присмотреться и прикупить на будущее. Потому, когда придет adoption, пока его нету. Ни в Украине, ни в России. Мало кто этим пользуется. Но стоит рассмотреть. У кого есть айфоны, попробуйте поюзать и посмотреть, что это вообще такое. У них есть и сваполка, и гигастор, и есть еще свой эксченч. Поэтому, ребята, наблюдайте и изучайте. Поехали дальше. Метрика по поводу, сколько у нас биткоинов выводится и сколько вообще остается на биржах. Здесь у нас показано около 1 миллиона монет. На самом деле, на всех биржах примерно 2 миллиона монет осталось в циркуляции. Если мы говорим о том, что 19 миллионов монет сейчас находятся в циркуляции. Много из них уже утеряны. Около половины, я думаю. Потому, ребята, это очень мало монет. Мы боремся с вами за хлебные крошки. Потому, у нас взрыв, вот цены, он необратим. Просто нужно время. Потому, потерпите, все будет. Поехали дальше. Так, по сантименту у нас киты, значит, скопились за последние 7 недель. С 23 декабря адреса с тысячей биткоинов и более добавили в свои кошельки в общей сложности 220 тысяч биткоинов, что является самым быстрым накоплением с сентября 2019 года. Огромное накопление и у нас рынок активизировался. Именно вот эти вот краткосрочные держатели, они активизировались. Это хорошо для рынка в целом, потому что есть кого брить. Есть кого, ребята, брить. Потому, что они держат примерно месяц-два свои монеты, а потом продают себе в убыток. Итак, по поводу Теслы. Тесла, владеющая биткоином стоимостью в 2 миллиарда долларов, рассматривает криптовалюту как инвестицию и ликвидную альтернативу наличным деньгам. Они сообщили, что они пока не принимают биткоины за Теслы, но сказали СЭПу, что могут это все возобновить. Потому, ребята думают, что на хайпе они это сделают. Пока рынок восстановится, нужно подождать. Также они сказали о том, что это альтернатива, которую они используют, по сути, для такого хеджирования и для целей по ликвидности и риску. Такие, как инвестиции в ценные бумаги в США, цифровые активы и присоединение финансирования, связанного с продуктами. Вот такие дела. Тесла, думаю, что не последняя компания в мире. Поехали дальше. Что у нас еще? MicroStrategy из Sailor говорит нам о том, что они расширяют все, что они делают. И они уже достигли объема в 125 тысяч биткоинов. И они оцениваются примерно в 5 миллиардов долларов. Некоторые люди пишут Sailor, что чувак, давай-ка остановись, оставь нам хоть немножко биткоина. Sailor выкупает, выпускает свои облигации, выкупает на заемные деньги битки и ему все равно. Чувак просто красавчик. Покупает и ходит. Посмотрим, сколько он заработает. Ну, это, ребята, жесть полнейшая. Арк Инвест, MicroStrategy, Тесла покупает. Вам не нужно смотреть, что они говорят. Вот многие компании выходят на рынок крипты и говорят, мы все-таки, мы любим биткоин, мы его покупаем. Но он очень волатилен, он не регулируем, потому мы как-то к нему как-то слабо относимся или с опаской. Но они это говорят. А что они делают? Они же покупают его и не продают. Ну, ребята, ну, смотрите, пожалуйста, не то, о чем они говорят, а то, что они делают. Это самое важное. Я смотрю, что они делают. Вот такие дела. Потому свой биткоин никому не отдам. Идите от... Итак, поехали дальше. По блокворксу. Итак, денежная революция. Биткоин это номер один. Финансовая революция это DeFi. Интернет-революция это Web3. Это говорит нам Арк Инвест. Потому, ребята, сконцентрируемся с вами на этих трех позициях. Биткоин это раз. DeFi Индустрия это два. И Web3 это новое поколение интернета. Пожалуйста, это три. Посмотрим, куда это все нас приведет. Я надеюсь, что мы с вами доживем до тех времен, когда люди станут более финансово грамотными и смогут это все обуздать. Вот такие дела. Так, что у нас еще по новостям? Дисней нанимает дизайнера метавселенной. Ё-моё. Представьте, такая огромная компания. Что они смогут нарисовать и какую метавселенную фантастическую они сделают. Скоро, думаю, Marvel придет. Вопрос времени, когда Apple поймет, что им нужно и туда. Есть еще одна интересная статейка, куда они и что они делают. Samsung уже, кстати, свой кошелечек планирует сделать, прикиньте, криптовалютный. И они пытаются обогнать в этом плане Apple. Потому, что Apple все-таки как-то отстраненно стоит от крипты. Поехали дальше. Что у нас еще? По, значит, банкам. Wells Fargo, один из крупнейших банков в мире, говорит нам о том, что не нужно инвестировать в ETF, в криптовзаимные фонды, представляющие право на индивидуальные спекуляции криптовалюты. Банковский гигант, который управляет активами на сумму около 2 трлн долларов, заявил, что к криптографии следует подходить с помощью профессионально-управленческих частных размещений. Также они говорят, они провели исследование, что у нас, значит, скорость принятия криптовалюты и вообще всего, что связано с криптовалютой, намного быстрее, чем принятие не биткоина, боже, интернета. Мы намного быстрее двигаемся, потому что в скором времени сможем поломать эту тенденцию и быстрее двигаться, чем это было по принятию именно интернета. У нас, значит, число пользований интернета выросло с 77 миллионов в 1996 году до 412 миллионов в 2000, то есть за 4 года. Банк считает, что криптография, возможно, достигла точки перелома в принятии, которая имеет сходство с тем, где тогда был интернет. Они считают, что мы намного быстрее двигаемся и что сможем это все поломать и быть быстрее, чем интернет. Ну, крипта это, по сути, веб 3.0, то есть, по сути, это новое поколение интернета, новый способ взаимодействия с вещами и даже с платежами. Если раньше мы с вами пользовались карточками и наличными деньгами, то сейчас эра цифровых денег, она просто грядет. Если вы не в ней, то вы, ребята, опоздали, потому советую быть в теме и в курсе. Потом подписываемся на канал, нам нужны люди, нам нужен масс-адопшн, потому давайте как-то вместе все это двигать. Кто, как не мы, сможем двигать интерес к криптоиндустрии, не важно какой, спекулятивный, инвестиционный, фьючип, спот, инвестиции, акции, облигации, не важно что, финансовая грамотность. Это все двигает масс-адопшн в плане финансов, то есть, осознанность людей, как управлять своими деньгами. Потому давайте будем в этом всем разбираться, развиваться и двигаться дальше. Поехали! Будущее грядет, а мы идем с вами дальше. Аккаунт Zerud. Очень советую подписаться в Твиттере, если у вас нету Твиттера и вы в крипте. Ребята, вы не в крипте. Вам нужно быть в Твиттере, у нас есть наш Твиттер, подписываемся по ссылкам в описании. Тем временем, Zerud пишет, вероятнее всего достигнуто макро дно по биткоину. Кто вообще мог это знать? Давайте посмотрим с вами на данную метрику. Мы уже ее рассматривали. Давайте посмотрим еще раз. Быстренько. Мы с вами по данной метрике уже были 5 раз на этих днарских, так сказать, точках. Вот она первая. Значит, вот она еще вторая. Дальше вот третья. Вот четвертая. И вот она пятая. При таких отметках, представьте, годика так два назад, чтобы вам кто-то сказал, что глобальное такое дно и медвежка может быть такой. Я до сих пор считаю, что вот это все, ребята, глобальное накопление, это и был медвежий рынок. Я привержен с данной модели, что это все, 55%, это было глобальное дно. Полностью согласен с данным человеком и его Твиттер-аккаунтом. Очень крутую, огромную работу делает для комьюнити. Тебе, чувак, спасибо. Вдруг ты нас посмотришь. Может быть и нет. Пытаюсь это все показывать и на русскую аудиторию. Поехали дальше. То же самое по The Root. У нас динамика биткоина. Мы повторили всю схему последнего халвинга только в первой половине этого халвинга. Давайте посмотрим с вами и данную метрику. Итак, друзья. Мы с вами, вот у нас халвинг. Вот end of hype. End of hype. И давайте посмотрим с вами. Мы с вами упали вот сюда и потом упали ниже и пришли в первой половине раз. И это уже был черный лебедь. Мы в этот черный лебедь ушли с вами сейчас. По сути, этого никто не ждал. Мы планировали, что мы как-то вот сюда откорректируемся и уйдем с вами наверх. Но вот он, ребята, черный лебедь. Это он уже и есть. Если вы думаете, что цена пойдет на тысячи вот 15, на 20, я думаю, что многие люди кричали вот здесь, что мы ходу. Вот здесь уже продали, здесь уже у них паника, они уже все. Мало людей, очень мало людей здесь смогли накопить крипту, потому что нет у них у кого денег. Это возможности для тех инвесторов, кто не вкидывает все свои бабки в крипту. Я лично всегда имею деньги, чтобы докупить. У меня всегда есть кэш, который я с прибыли, с ютуба, с подписок откладываю и беру только часть в инвестиции. Все никогда не инвестирую. Очень хочется. Вы себе не представляете, как хочется иногда просто прийти на рынок и купить биткоинов так 10 сходу по цене 32 тысячи. Очень хочется. Но я не могу себе такое позволить, потому что есть правила. Лучше правила свои же не нарушать. Потому все будет хорошо. Поехали дальше. Краткосрочные держатели. У нас, значит, получили новый спрос. И мы с вами накопили за данную неделю 135 тысяч биткоинов. Ребята, это хомячки скупили эти битки. Не долгие, а именно короткие руки. Может быть, эти короткие, то есть слабые руки превратятся в сильные. Посмотрим, смогут ли у них отобрать на этом падении и будут ли они продавать. Потому, ребята, посмотрим. Так, что у нас еще? За последние два года количество биткоинов, обернутых в эфириум, увеличилось примерно в 400 раз. 375 раз, если быть точным. Или более чем на 37 тысяч процентов. В настоящее время упаковано примерно 1,4 предложения биткоинов. То есть это RAPED биткоин. Он у нас используется на эфире. Довольно-таки неплохая метрика. В принципе, ничего она не показывает. Она показывает спрос даже на эфире в виде битка. Но почему бы и нет? XRP взлетает на 50 процентов во время того, как 315 миллионов монет перемещаются биржами. Это все спекуляция банальная. Но самая главная позитивная новость о том, что XRP им помогают уже очень много. Очень много позитивов в плане принятия решения судьей. Я считаю, ребята, что в плане противостояния XRP и SECA выиграет XRP. Это просто не может не произойти. Я лично считаю. И это будет огромная победа и для криптоиндустрии, и для масс-адопшена, и для компании XRP Ledger, и в том числе и для их токена, и для ходлеров, и для тех, кто смогли и смогут это все перетерпеть. Потому, ребята, это будет огромный пример, как компания, которая первая не сдалась под давлением SECA, смогла это все выиграть. Вот такие дела. Лично мое мнение. Поехали дальше. Так, что у нас еще? У нас огромный отток по поводу ETF в плане канадского вроде бы... Да, канадский биткоин-спот ETF. Огромный отток, был приток, все испугались, вот вам отток. Примерно 2000 биткоинов. Вот такие дела. Дальше поехали. Это прям, ребята, полнейшая ржака. Так, а религиозные службы переходят в метавселенную на фоне проблем с COVID, потому что, ну, никто не ходит в церковь. Ребята, скоро будем с вами приходить в церковь и отмаливать грехи, и все это, и свечки ставите все в метавселенных. Но это уже доходит до идиотизма. Ну, жесть, ребята. Ну, куда? Куда? Ой, боже, боже. Не знаю, что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях по данным роликам. Это жесть. Поехали дальше. Тоже спекуляция. У нас функция Apple Tap to Pay позволит биткоинам оплачивать карты. Это спекуляция, они не объявляли об этом, и нельзя там будет пользоваться биткоином. Если я правильно понял, это спекуляция, это неправда. Samsung пытается это делать, Apple пока отстраняется от битка. Я считаю, что это полная дичандра, и это биткоин-магазин говорит всякую дичь иногда. Поехали дальше. Так, значит, вот эта новость, о которой я говорил по XRP. XRP получает 30% роста после того, как Ripple получит разрешение объяснить справедливую защиту уведомлений против SEC. Данную статью оставлю по ссылке в описании. Здесь очень много интересных моментов. И если вам будет интересно, то судья Торрес также распорядился вскрыть три документа, касающиеся дела SEC против Ripple, в том числе поток электронной почты генерального директора Ripple Брэда Гарлинхауса и уведомление о депонировании, а также строку электронной почты основателя Криса Ларсона. Здесь очень много разных штук. Они пытаются, значит, ходатайствовать, там поддержка, защита. Я, в общем, не разбираюсь в этом всем юридическом деле. Кто разбирается, пожалуйста, читайте, изучайте. Для меня это позитив. Как я и говорил, мне все равно, что они пишут дальше, что будет в плане разбирательства. Я считаю, что варианта два в плане XRP и SEC. Они это урегулируют или штрафом, который сможет окупить и позволить себе компания XRP, просто easy, или просто они это все решат и выиграет XRP. В любом случае, для XRP это будет выигрыш, что бы ни произошло. Потому, ребята, вопрос времени. Холдите, не переживайте, все будет окей. XRP имеет такое свойство. Очень долго пожирает ваши нервы, а потом дает вам прибыль. Вот такие дела. Так, что у нас еще? У нас Immutable X на FTX тоже фьючерсы, да, открылись. Давайте посмотрим с вами на IMX. Был хайп, вот слили с 6 до 3, выстрели на 10 и упали с вами на 2 доллара. Ну, ребята, очень похоже на то, что где-то мы щупаем, что-то мы щупаем. Кому интересно накапливать данный актив, пожалуйста, у вас есть какая-то интересная зона для накопления. Пока мы с вами тестнули данную зону, выбили, пока находимся в нисходящем тренде вот здесь. Пока мы не выйдем выше, ничего не произойдет. Потому, пока мы двигаемся вниз по каналу, тренд у нас нисходящий. Вот такие дела. Пока позитива мало. Хоть уже у нас есть вот low и этот low пока выше. Хоть он пока не сформирован. Вот такие дела. Так, по поводу России. Россия намерена признать криптовалюту в форме валюты. Это у нас отчет от Блок Крипто. Власти России намерены признать цифровые активы в качестве формы валюты, согласно сообщениям местных новостей. Российская газета Коммерсант сообщила сегодня утром, а позже написала в Твиттере, что правительство и Банк России достигли соглашения о том, как регулировать криптовалюты. В настоящее время они говорят о законопроекте, который ожидается к 18 февраля, который определит криптовалюту как аналог валют, а не как цифровые финансовые активы. И возможно будет ими пользоваться только в легальном секторе с полной идентификацией, через банковскую систему или через лицензированных посредников. Что они вообще сделали? В двух словах. Что они сделали? Говорили, что будет ФАД, отказываемся, а теперь все это легализируют и будут брать налоги. Просто не может Россия позволить, чтобы это было в общем доступе без налогообложения. Нужно же бабки зарабатывать, нужно же отбирать у населения немножко денег. Само собой это и хорошо и плохо, но крипта это про свободу, а не про вот этот вот постоянный надзор большого брата. Вроде бы легализация и в плане мошенничества это хорошо, что это все будет через банковскую систему идти. Но чем тогда отличается это от обычных денег? То есть это будет все равно централизировано, а биткоин это про децентрализацию. Само собой будет куча обходных путей, но ребята уже для России будет сложнее и сложнее. Хорошо это или плохо, увидим с вами уже в будущем. Поехали дальше. Револют, одно из крупнейших приложений, хотел сказать предложений в мире, очень похоже на необанк типа монобанка у нас в Украине, уже даже и не в Украине, ищет старших инженеров по блокчейну на фоне слухов о токенах. И думаю, что скоро свой токен они запустят, потому следите за данным приложением в App Store и в Google Play. И у меня есть револют на телефоне. Очень крутая у них карта и очень много активов они добавили в плане крипты. Поэтому, пожалуйста, кому интересно, изучайте. Так, у нас были такие перепалки в твиттере между основателями Бутерином Эфира, Аваленча, Сирер и также Солана Анатолий Яковенко. Они там спорили о безопасности и о скорости. Бутерин сказал, что сильно увеличить скорость эфира уже не получится, даже если мы перейдем на Proof of Stake. У нас пришли, значит, разработчики других сетей уровня 1, то есть Layer 1, и присоединились к обсуждению в твиттере. Это у нас был основатель Аваленча, Эмин Гюн Сирер. Написал Бутерину, похоже, критикуя его за выбор параметров цепочек, которые, по словам Сирера, делают консенсус узким местом. Узким местом делают консенсус. Тьфу ты, что ты несешь? Бутерин это ого-го. Бутерин ответил и сказал, Сиреру, перестань быть нечестным. И пояснил, что его прошлое заявление о том, что консенсус не является узким местом, касались пропускной способности, а не задержки. Также к этому обсуждению присоединился Анатолий Яковенко. Это у нас Solana Labs, разработчик Solana. Задал свои вопросы в отношении требований к подписи в зависимости от времени. И также присоединился соучредитель DoggyCoin. Тоже присоединился к диалогу, спросив Сирера, почему он назвал свою криптовалюту в честь чего-то, что падает. Avalanche, кто не знает, это у нас лавина. Такая падающая. Интересные перепалки в Твиттере. Я вам так скажу. Мое мнение по поводу Бутерина. Если бы не было бы Эфира, не было бы ни Avalanche, не было бы ни Села, ни Solana, ни Cardano, ни Космоса и ни Polkadot. Потому Эфир, как и Биткоин, они у нас визионеры крипторынка. Они будут жить, они огромные. Мосты помогут решить проблему скорости. Лееры помогут решить проблему масштабируемости. И Polkadot поможет решить другие проблемы. Вот такие дела. Так, Polkadot, To The Moon, верю, покупаю, халжу. Microsoft ищет директора по развитию бизнеса для своего подразделения криптовалют. Мы уже это слышали, потому едем дальше очень быстро. Значит, у нас Питер Брант, один из крупнейших сырьевых трейдеров вообще в мире и самых долгих, около 35 лет он на рынке, говорит нам о том, что на 100 тысячах долларов люди говорили покупать, а сейчас говорят, что будет 20 тысяч долларов. Люди переобуваются, им это свойственно, потому мы с вами дальше халдим. Наш канал, он про быков, а не про медведей, потому что крипта выигрывает в долгосроке у быков больше, чем у медведей. Потому мы с вами быки. Дальше, по поводу JP Morgan. Наша долгосрочная целевая цена для биткоина составляет 150 тысяч долларов США. Долгосрочная? Насколько? Можно как-то тайминги, как у меня все спрашивают. Кирюха, скажи-ка нам, когда это биткоин будет 200к? Ребята, он будет 200к. Когда? Спрашивайте у Ванги. Или у других блогеров, не у меня. Предположение это всего лишь предположение, это неточные эстимейты. Кто не понимает, что невозможно прогнозировать время, можно лишь прогнозировать цену. Время невозможно. Дальше, у нас по метрикам Мэтью Хайленда. Значит, он ждал, что у нас его ключевой индикатор покажет разворот. И он уже его показал, и мы с вами ждем супертренд. Вот мы уже это все развернули, показали. Очень похоже на скользящее. Это MACD вроде бы, да? Да, это MACD. И мы с вами уже видим немножко разворот. После такого разворота мы очень часто видели огромный рост. Посмотрим, сможем ли мы показать его дальше. Краткосрочно, или среднесрочно, или даже долгосрочно. Поехали дальше. У нас официально конгрессмен Мэри Ньюман купила акции Grayscale Bitcoin Trust. Ё-моё. Ребята, конгрессмены уже покупают Bitcoin Trust. ETF-ы всякие, да? Ой, ребята, самый богатый человек Азии говорит о том, что в этой вселенной откроет новое поколение создания ценности. Посмотрим. Я очень долго уже стучу в Portals, в проект Salice, в Блоктопию. Глухо, ребята, глухо. Никому не нужна... Почему-то никому не нужен Ру-сегмент. Я реально не понимаю, почему эти огромные проекты так сильно забивают болт на Ру-комьюнити. Давайте как-то сделаем бунт, расскажем о себе, что мы тоже большие и не маленькие, и тоже умеем делать контент, и тоже умеем продвигать проекты, и умеем в них участвовать не только как спекулянты, как пользователи, как инвесторы. Давайте как-то активнее наберем на этом ролике хотя бы 1015 лайков, и я разыграю Trezor. Погнали, ребята. Вам профит, нам профит, всем профит. Поехали. У нас по поводу Соланы, сколько у нас всяких бриджов, связанных с... не бриджов, а блокчейнов, связанных с Соланой. Аврора, Фантом, Хобби, Акачейн, Терра, Полигон, Села, Эфириум, Банен Смартчейн, Аваленч, через Олбридж и через Вормхолл, который сейчас вроде бы не работает, Аваленч, Азис, Банен Смартчейн, Эфириум, Полигон и Терра. Солана уже очень большая, посмотрим, смогут ли Уормхолл решить проблемы со взломом примерно в 120 тысяч эфиров, потому что если не решат, то погибнет данный мост, погибнет. Поехали дальше. Итак, ребята, очень большая интересная новость. Кошелек номер 5 по величине в плане накопления биткоина теперь принадлежит правительству США. Это, ребята, ага, блин, США говорили, что нету, а теперь это их активы. Прикиньте, топ-5 кошелек в мире, это теперь кошелек США. Ну, само собой, если Китай пытается эту гонку выиграть, хотя там многие майнеры ушли, вся Азия пытается эту гонку у США выиграть, то США в сторонке стоять тоже не будет, ребята. Такие дела. Поехали дальше. Что у нас еще? У нас, значит, эллиптический анализ. Нью-Йоркские муж и жена арестованы за якобы отмывание 5 миллиардов долларов в биткоинах, украденных с Bitfinex в 2016 году. Все-таки, ребята, произошло расследование. И по эллиптическим кривым, по этому анализу, как я понял, они нашли все-таки как и что они отмывали. И они успели отмыть всего лишь 10% всех биткоинов. Вот примерно 10-15 тысяч биткоинов не успели отмыть через миксеры, через Монеро, если вы видите. И Монеро будет использоваться на теневых рынках. Вот, в том числе и миксеры. И Альфа-Бейт здесь тоже был использован. Вот, сейчас это все нашли. И, скорее всего, эти активы будут у кого? У правительства. Еще больше битков. Сейчас будут очень быстро они все это закрывать, схлопывать, судить и забирать эти активы себе. Просто, прикиньте, правительству, скорее всего, на халяву прилетело 100к битков. Ну, что поделать? Сидели, так сидели, сидели, потом бах-бах-бах и позабирали у всех. Ой, ребята, к чему это приведет, посмотрим. Это будет сплошнейшая централизация объема битка. Увидим, увидим, что будет дальше. Это может очень плохо отразиться на цене биткоина. Дальше, ребята, у нас Макдональдс подала новые заявки на товарные знаки, указав, что планирует предложить виртуальный ресторан с реальными и виртуальными товарами и управление виртуальным рестораном с доставкой на дом. Метавселенная, 100%. Метавселенная Макдональдс. Так, биткоин-облигации Сальвадора, у нас их выпуск состоится в 15 марта. Это говорит нам министр финансов. Они будут стоить примерно, можно будет пройти участие в сделке, примерно за 100 баксов. Облигации будут соответствовать всем правилам финансового рынка, добавил, значит, Зелай, это министр финансов. Все требования будут выполнены, будет проведена вся надлежащая проверка. И также, ребята, уже были проданы эти облигации примерно на 300 миллионов долларов в виде льготных обязательств. Значит, Букелли говорит, что половина из собранного миллиарда долларов будет использована для создания необходимой инфраструктуры для добычи энергии и биткоинов. А остальная часть будет использована для пополнения запасов криптовалюты в стране. Сумасшедший чувак этот, Наив Букелли, Эль Сарвадор, Тузе Мун, посмотрим. Может быть, она обгонит по благосостоянию все страны сейчас. Потому что большие страны очень медленно развиваются. Я думаю, что Африка может... То есть, быстро растущие рынки новые, они растут быстрее, чем старые. Потому что старые это такие консерваторы, они сидят, киты такие, думают, не, не. Мы не хотим двигаться. Мы хотим по старой методике отбирать у населения деньги с помощью инфляции, с помощью налогов. Налоги, инфляция, там, НДС, НФЛ, там, понакидывали. В сумме вы отдаете 60% денег, а еще половину жирает инфляции. И у людей нету ничего. Бедное население, люди уходят с работ в крипту. Кризис, ребята, не обратим у Америки. Потому что бабок много, некуда их девать, а людей на работах мало. Все увольняются и уходят. Вот такие дела. Дальше, ребята, у нас еще одна интересная движуха. Законодатель Теннесси Джейсон Пауэлл предлагает законопроект, позволяющий штату инвестировать в биткоин. Теннесси тоже в теме. Блин, жесть. Скоро, думаю, вся Америка примет биткоин по такому принципу. Потому что, если у правительства уже есть около 100-200 тысяч биткоинов, то нужно какой-то и закон принять. Потому, ребята, рано или поздно они это сделают. Мы пока этого не слышим. Но зачем же им биткоины, если ими нельзя пользоваться? Как-то так. Посмотрим. Твиттер инвестировал в платежный процессор биткоина OpenNote, чтобы помочь принятию биткоина. OpenNote. Вот данное приложение. Можете его посмотреть. Ссылку оставляю в описании. Написал им. Пообщаться с ними. Может, приведу их к себе на канал. Посмотрим, что это вообще такое. Очень интересное решение для бизнеса. Очень маленькие комиссии. Очень быстрые платежи. Посмотрим, смогут ли они это поддерживать и какой будет спрос на их услуги. Поехали дальше. Так, это Криптокомович. У нас, кстати, Твиттер пополняется. 42 тысячи подписчиков. Ребята, давайте активнее. Активнее подписываемся. Не забываем. Свои родные пенаты. Я тут стараюсь для вас каждый божий день пытаюсь серчить крипту. Вас обучать, кстати, кому интересно. Мы обучаемся каждый день с вами. Все вопросы, абсолютно все. На конференциях. В онлайн режиме. У нас нет оффлайн обучения. У нас есть онлайн обучение. Приходите к нам по ссылке в описании в Криптокомьюнити. Там я и наши ребята смогут вас обучить. Помочь вам разобраться с кошельками, с переводами, с майнингом, со стейкингом, с йелдфармингом, с айдиохами, с чем угодно. Всему этому мы обучаем в Криптокомьюнити. И не только на онлайн сессиях в Дискорде. Каждых 3-4 дня. Это примерно 3-4 дня в неделю. У нас есть крипто-ясли, у нас есть валидаторы, есть майнеры. Все, что надо. Приходите, пожалуйста. Всему этому вас научим. Поможем. Во флудилке. Очень много полезной информации. Но нужно хоть немножко поднимать свою жопу. Нужно прийти, спросить. И вам дадут ответ. Вот такие дела. Пожалуйста, кому интересно. Это платное сообщество. Ссылка в описании. Это то, ради чего мы все это делаем. И эти деньги мы направляем на развитие своего собственного криптопродукта. Который будет в скором времени анонсирован уже на нашем канале. Потому ждем, ребята. Мы тоже ворвемся в криптоиндустрию. Не только с руки, а и с двух ног. Вот такие дела. Поехали дальше. Алгоренд у нас в блоктопе уже. Ребята, стоит присмотреться. Давайте посмотрим Алгоренд. Он еще даже не перебил свой all-time high. И многие не верят в него. Я задумаюсь по доллару, ребята, его прикупить. Почему? Потому что многие не верят. А мне кажется, что если многие не верят, то стоит задуматься и его набрать. Потому по доллару хорошая цена. Прикупить себе Алгоренд. Давайте к концу этого ролика посмотрим еще. Так, еще один губернатор. Тоже по поводу крипты высказывается. Samsung усиливает конкуренцию с Apple. И делает свой криптовалютный кошелек. И скоро его анонсирует, ребята. Ой-ой-ошечки, что ж это будет дальше. В общем, ребята, давайте посмотрим в конце ролика некоторые интересные активы. Слану посмотрели, кардана посмотрели. Палка Дот. Шо ты у нас, дружище? Дот, Палка Дот. 40% и сейчас немножко падает. Ребята, задумайтесь. Задумайтесь, потому что будет поздно. Палка Дот, это вам не шутка. Доги Коин, Шиба, Полигон, Серошку, Серошку чуть не пропустил. Боже, ребята, Серошка, Серошка. Давайте посмотрим. По ссылкам в описании забирайте, пожалуйста, бонусы. 25-50 долларов на стейкинг на бирже Криптоком. 10% годовых накапливайте, не переживайте, все будет хорошо. Давайте посмотрим, какой идеальный тренд здесь с ретестом показала Серошка. Вот, давайте посмотрим. Вот, мы с вами шли вот в таком канале. Очень быстро вышли и ушли на ретест. Коррекция была огромная. Примерно, ребята, в 65%. Была шикарная возможность купить. Мы дали примерно 70% роста, если я не ошибаюсь, с текущих 60%. Кто купил по 30 центов, я кричал, ребята, не сидите, не сидите, пропустите. Нет, сидят. Ну, думайте сами. Ждем дальше. To the moon я верю и в Солану, и в Теру, и в Криптоком, и в Avalanche, и в Космос, и в Polkadot, и в другие активы, которые я покупал и показывал вам весь этот год. Потому теперь сидим, ждем и давайте в конце ролика, как я и обещал, на OKEXE дополним наши активы двумя, допустим, активами. Допустим, я хочу купить сегодня Теру. Выберем Теру и выберем, давайте, допустим, Теру для такой диверсификации. И выберем НИР и Теру. Поехали, ребята. Значит, что мы делаем? Мы переходим с вами в трейд. Минутку, переводим сначала сюда денежку. И теперь, ребята, Тера Луна. Луну купим с вами на процентов так 60-600 баксов по маркету. Луна купить. И купим с вами НИР на 400. Красота. Есть. Есть. Все. Купили. Дальше. Выходим отсюда. Все, мы купили все. Ракета. И давайте в спекулятивный подфель зайдем, посмотрим, что там. Там у нас Дэшик на фьючах висит. Позиция в минус 150 баксов. Ой-ой-ошечки. Ой-ой-ошечки. Все, ребята, ждем. Давайте посмотрим еще раз позицию. Где мы набирали, как мы усредняли. И вот мы уже подходим с вами к нашей точке. Сидим, ждем. Не рыпаемся. Едем дальше. Так. Покупаем то же самое спекулятивно. Давайте спекулятивно сюда зарядим. Более спекулятивные активы. Да, мы же все-таки спекулянты здесь. Потому в спекуляцию, такую жесткую, мы заглянем с вами к более волатильным инструментам. Я хочу интернет-компуктер. Так, давайте сервишку спекулятивно. Так, ICP мы купим на 600. И серви купим на 400. Все. Все, господа, мы все купили. У нас два портфеля. Спекулятивный и инвестиционный. Какой даст больше прибыли? Вы увидите уже в будущем. Чтобы не пропускать выпуски, подписываемся на канал. Всем спасибо за просмотр, за подписку, за лайки и за комментарии. За все, что вы делаете для меня. Дальше развиваемся. По ссылкам в описании забираем все, что вам нужно. Вот. Надеюсь, что эхо было не сильное в этом ролике. Я уже переехал в Киев. Ждем вас тоже в Киеве. Скоро будем делать конференции. Уже в лайве. В реальном секторе. Увидимся с вами. Всем спасибо. Всем хорошего настроения. Всем профита, удачи и ходла. Всем пока.